В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год. Праздник непонятный для многих иностранцев. Никто толком не может сказать, чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года. Но наша съемочная группа все же решила разобраться в этом вопросе. Старый Новый Год – это редкий исторический феномен. Дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей мы отмечаем Новый Год дважды. По старому и новому стилю. Традиция праздновать загадочный праздник Старый Новый Год ведет свое начало с 1918 года, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, сразу наверстав 13 дней отставания. Однако русская православная церковь с большевистским календарем не смирилась и до сих пор живет по Старому Стилю, по нему же отмечая и Рождество, и Новый Год. И хотя сейчас Старый Новый Год – праздник вполне светский, в нем есть и христианские, и еще более древние языческие славянские корни. Старый Новый Год приходится на зимние святки. 13 января – это так называемый Васильев вечер. Считал, что гадания в этот вечер самые правдивые. Незамужние девушки гадали на суженного. Считал, что загадает девица красная на Василия. Все сбудется, а что сбудется – не минуется. Одно из самых популярных гаданий – гадание на суженного. Берем 4 стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой – сахар, в третий опускаем кольцо, а в четвертой ничего не кладем. Гадающая должна, не глядя, выбрать один из стаканов. Выбирай. Вот этот. Как сладко! Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Готово? Давай. Кольцо! Ай, какая красота! Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях девушки снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда валенок ляжет носком. В какую сторону ляжет носок башмака. В той стороне жених и живет. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.